Привет, дорогой зритель! С тобой Яш, на канале Яш Программист. Сегодня я расскажу о последних достижениях в области VR и AR устройств и даже покажу то, что доступно и недоступно на рынке. Ты готов? Ну тогда, поехали! Виртуальная и дополненная реальность уже давно не дают мне покоя. Ведь это же как в Матрице или The No Coil, ты понимаешь? Вот, например, фотка с моим первым VR-шлемом Oculus DK1. Он довольно громоздкий. Внутри одна LCD-панель, 1280 на 800. На каждый глаз это около 640 на 800 пикселей. Прорывная тема для своего времени, но уже тогда я понял, в чем основные проблемы подобных устройств. Конечно, это сложность настройки, ужасная картинка, головная боль и чувство тошноты и дезориентации. Но хоть это был и прототип, уже тогда у меня захватывало дух от возможностей, которые были мне доступны. Это ни с чем не сравнимое чувство прикосновения к чему-то волшебному. Ведь любая достаточно развитая наука подобна магии. Ну или можно вспомнить любой эпизод из детства, когда на Новый год ты получал именно ту крутецкую игрушку, которой не было у твоих друзей. Подобное я испытывал раньше, получив свой первый компьютер. Но в этот раз было немного иначе. Ведь я увидел возможное будущее. И вот сейчас я говорю именно с подобным ощущением. Но об этом чуть позже. Следующим шагом для меня был шлем Samsung Gear VR, в котором в качестве экрана использовался мой Samsung Galaxy Note 4 с разрешением 1920 на 1080. Много воды утекло с тех пор и его экран дал трещину. Но он все еще служит верой и правдой в прорисовании и в тестах приложений для ведроида. В этом шлеме проблем уже меньше. Например, софт неплохо подрос и не доставлял хлопот в настройке. Но разрешение экрана было все еще низковато, и появилась проблема с перегревом телефона. Именно тогда я понял, что пока на каждый глаз не придется хотя бы 4К, в этих шлемах особого смысла нет. Я продолжал следить за индустрией и выходами новых устройств от разных производителей, включая Oculus и Valve, их впечатляющими системами трекинга, но в целом не видел в них требуемых качеств, чтобы купить и обнюхать. Google Glass тоже не показались мне интересным проектом, хотя там используется несколько иная технология проекции изображений. Мне не нужен маленький дисплейчик напротив только правого глаза. Я хочу, чтобы изображение было здоровым и полноцветным, фильмы хорошо смотрелись, а текст хорошо читался. Параллельно я увлекался квадрокоптерами и полетами от первого лица. Мой третий квадрокоптер даже нес на борту две камеры, которые я использовал, чтобы отдавать на землю стереопару через два радиоканала. Чтобы получить сигнал, я использовал двухканальный приемник и свой Note 4. Чтобы отображать два видео, я специально напругал с Altissedaya, который мог взаимодействовать со слегка допиленным ядром моего телефона, чтобы подключить пару AV-UVC конвертеров через USB. В то время я еще не знал о Fat Shark, но в любом случае эти очки стоили непомерно дорого и не могли показывать стереокартинку. В дальнейшем квадрокоптером я остыл где-то после инцидента недалечия от Окленд Бэйбридж, где я со всей дури не справился с управлением. На счастье, пострадавших не было, но я еще долго вспоминал этот эпизод, как момент глупости, сравнимый с идиотизмом, и стыдно мне за него до сих пор. От подобных опасных игрушек я погрузился во всевозможное программирование, где и нахожу себя в добром здравии и хорошем настроении до сих пор. Тем не менее, этот отрезок моей жизни натолкнул меня на мысль о микродисплеях, о которых мы и поговорим далее. Как ты знаешь, дисплеи делают обычно довольно большими. В телефонах можно найти панели от 3 до 7 дюймов, в ноутбуках от 13 до 17, а мониторы и телевизоры могут похвастаться всем здоровыми панелями. Но в чем проблема? Чем больше панель, тем больше наше носимое устройство. А мы как бы заменять юридизацию, так как малые девайсы и носить удобнее, и внимания они лишнее не привлекают. Идеальным форм-фактором такого устройства для меня являются обычные очки, которые я и сам с удовольствием ношу. Они легкие, удобные, не мешаются и вообще приносят пользу. Искребляют пространство в нужную сторону. Хотя, недостаточно для того, чтобы назвать их устройством дополнительной реальности. Вот как пользователь подобного AR-девайса, я хочу с утра встать, нацепить очки на нос, и смотреть ютубчик, или читать новости, пока мою посуду. Руки заняты, на телефон инфликация не нужна, одновременно контролируешь мочалку с тарелкой, и глядишь познавательные видео. Текущий уровень развития науки диктует свои условия, поэтому стоит разобраться в доступных нам сегодня технологиях. И мы почти сразу попадаем в мир микродисплеев. Ты их можешь найти в умных часах, в видоискателях фотокамер, или в видеоочках, наподобие уже обнюханного Fatshark или AcuPix MyBud. Их единственная проблема – это чрезвычайно низкое разрешение картинки. Но так как в них используются микродисплеи, они гораздо ближе к тому идеалу, который я себе представляю. Также очень близко к хорошему форм-фактору подошли ребята из North. Сделали AR-очки Focal с проекцией прямо на роговицу. Очень интересная технология, но опять те же грабли, что и у глаз. Маленький экран, никакое разрешение картинки, и делать они могут буквально ничего. Нотификашками отвлекать, да погоду показывать. А хочется-то фильм смотреть, или в документах рыться. А почему нет хороших устройств? Да потому что дорого, и неизвестно кто купит. Поэтому и делают всякую муру. Хотя... Итак, если ты прямо сейчас заглянешь на Алиэкспресс, то удивишься наличию действительно хороших микродисплеев с очень высоким разрешением и за сравнительно небольшую цену. Как мы уже выяснили, на рынке найти готовые очки с ними решительно невозможно. Но почему бы не попытаться сделать подобные самому? Основная проблема тут в оптике, и железе, которое должно этим управлять. За симп я разобрал доступные мне очки и осмотрел их внутренность. Оптика в них разная, но вполне пригодная для кастомизации. А вот железо, конечно, недостаточно хорошо для отображения Full HD на глаз. В целом можно купить нужные чипы и затравить свой дизайн. Но дело это непростое. Получится максимум VR. Хотя хотелось бы чего-то менее мешающее взору. Давай-ка поищем еще. Ходи! И вот тут мы приближаемся к самой сути сегодняшнего видео. Оказывается, уже сейчас доступны почти готовые очки дополненной реальности с хорошим разрешением. Нужно только приложить немного усилий при гуглении и вуаля! Это микропроектор с оптическим волноводом. Не блокирующий обзор и направляющий картинку прямо в сетчатку глаза. Только посмотри на этих крошек. Они приехали ко мне только сегодня и я еще не успел на них налюбоваться. Эти модули напоминают мне систему автонаведения у летчиков-истребителей. И удовольствие это пока не из дешевых. Сейчас в районе 3000 за набор. Но сама возможность держать в руках что-то подобное, стоящее раньше миллионы долларов, буквально шокирует меня. Это все еще не полноценный AR без чувства глубины, которое может дать дополнительный софт. Но в целом, даже идея дисплея, висящего перед тобой, вполне хороша, если ты можешь распознать показываемую информацию и образы. Таким макаром можно вообще, наверное, заменить любые устройства отображения, ведь виртуальный экран всегда у тебя на носу. К модулям прилагается небольшая плата с USB Type-C разъемом и возможностью подключения к любому ноутбуку или телефону, поддерживающему внешний дисплей. Эта плата может работать как в моно, так и в стерео режиме, с разрешением 1920 на 1080 на каждый глаз и менять яркость по желанию. К сожалению, естественная беда любых подобных устройств, я не могу правильно захватить и передать качество картинки. Но если говорить о моем субъективном впечатлении, то для AR очков оно прям замечательное. Вживую картинка гораздо лучше, чем ты видишь на экране. Все, что нужно, это напечатать оправу или крепление к очкам, все подключить и подготовить приложение. Питание к плате и модулям также поступает через USB-C разъем, так что решение выглядит довольно легковесным. Подключил телефон и порядок. В общем, работы на пару дней, разве что ее нужно сделать. И на этом, к сожалению, видео подходит к концу, но в продолжении я постараюсь раскрыть потенциал этих модулей и подготовить что-то более-менее юзабельное. Так что, если тебе понравилось, прошу поддержать канал Еж Программист своей подпиской и лайками. А если у тебя появились вопросы или желание обсудить тему, жду тебя на стрим канале Еж Программист или в комментариях. Спасибо большое за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok